В Аждоцком музее героизма и славы представили книгу «Вклад евреев Грузии в победу над фашизмом». Пока стал событием в культурной жизни Израиля. Он был организован по инициативе исполнительного директора Ассоциации МАОЛОТ Владимира Бороды. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Открывая церемонию презентации книги, исполнительный директор Ассоциации МАОЛОТ Владимир Борода отметил, что одной из важнейших задач и целей Ассоциации является укрепление культурных и исторических связей со всеми еврейскими общинами и диаспорами бывшего СССР. Почему мы ее дарим? Почему Амута Ассоциация МАОЛОТ дарит ее Аждоцкому музею? Во-первых, в Аждооде самая большая грузинская община. Самая большая не только в Израиле, самая большая в мире. Она насчитывает больше 50 тысяч человек. В Аждооде есть такой замечательный музей. И поэтому мы посчитали совместно, это не только наше решение, это решение и председателя грузинской общины еврейской Грузии, Мейраба Цецашвили. И вместе мы решили подарить эту книгу. На церемонии присутствовали представители Ассоциации МАОЛОТ, члены общины евреев-выходцев из Грузии, представители общины горстких евреев и фонда СМЕГИ, руководство музея и приглашенные гости. Главное, конечно, в нашем проекте – это поисковая научная деятельность. И сегодня мы рассказываем о том, как в нашу базу данных нанесили материалы и документы о войнах евреев Грузии. Сейчас в нашей базе около 170 тысяч страниц. Из них пополнили документом, обработали вручную. Мы около 4 тысяч. Вы представляете, как гигантский фронт работ нам еще предстоит? Лепту в это ответственное дело может внести каждый желающий. Для этого надо зайти на сайт проекта и внести данные о родственниках погибших на войне. Для этого надо попробовать проверить, есть ли сейчас о них материалы, прислать нам фотографии. Мы войдем в контакт и начнем выстраивать целую картину жизни каждого воина-еврея, который достоин того, чтобы о нем помнило нынешнее поколение. Община евреев-выходцев из Грузии в Аждоде – самая крупная и значимая не только в Израиле, но и во всем мире. Она насчитывает более 50 тысяч человек. Именно поэтому было принято решение о передаче книги в дар именно Аждоду. Авторами книги выступили журналист, исследователь Леван Далидзе и журналист, издатель, глава еврейской общины Грузии Мираб Чанчалашвили. На грузинском это даст возможность ознакомиться хорошо, все общины Грузии. Потому что грузины читают на грузинском, это замечательно. Национальный язык – это главный приоритет. Дэвид Шехтер, председатель Ассоциации Маалот, отметил, что отдавать дань памяти героизма евреям, погибшим во Второй мировой войне – одна из ключевых составляющих еврейского наследия. По словам председателя Ассоциации Маалот, эта тема займет значимое место в будущем музее Центра наследия евреев СССР. А книга, которую передали Аждодскому музею – пример героизма и подвига грузинских евреев. Иуда Наникашвили, глава Аждодской общины евреев из Грузии и руководитель Центра культуры и наследия грузинских евреев, отметил, что церемония вручения книги – это не только признание заслуг героев прошлого, но и дань уважения современным представителям общины. Он поблагодарил авторов и издателей за многолетнюю исследовательскую работу. Я ответственен за общину евреев Грузии, в Аждоде – крупную общину, насчитывающую около 40 тысяч человек. Я отвечаю за ее культурный центр и за ее общественную деятельность. Сегодня мы пришли, чтобы выразить уважение к передаче книги, написанной Ливаном Долидзе, в музей. Мы показываем вклад еврейской общины Грузии в этот период, когда нам нужно было быть героями и сражаться против нацистов и фашизма. В течение этого времени автор книги заботился о том, чтобы задокументировать в книге все события, которые пережил еврейский народ в этот период, и поэтому мы здесь, чтобы отдать дань уважения этому событию – передаче книги в музей. Мероприятие завершилось торжественной передачей книги в дар музею и увлекательной музейной экскурсией, которую провел для участников церемонии директор музея Владимир Голуб.